Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен. Спасибо большое, что вы со мной на моем канале. Также спасибо за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Давайте посмотрим. Сегодня делала расклад на Дзене. Вот, и попросили сделать видеорасклад подсознательной страхи вашего мужчины в отношении вас. Поэтому давайте посмотрим. Сегодня, так и тема будет называться «Подсознательные страхи вашего мужчины в отношении вас». Позиция одна, расклад общий. Поэтому посмотрим сигнификацию на данный момент ваших отношений, чтобы вы понимали, ваш расклад это или не ваш. И, собственно говоря, потом посмотрим его подсознательные страхи. Вот, поэтому давайте прямо начнем сейчас. Что у вас сейчас вот не так? Он опять ко мне попой повернулся, своей мохнатой. Что за кот? Что за кот? Что на данный момент сейчас в ваших отношениях происходит? Здесь, смотрите, здесь была семья. Я не вижу сейчас каких-либо отношений. Здесь, знаете как, либо у вас была семья, и все разрушилось, и сейчас у вас просто боязнь вступить в новые отношения. Вот. Ну, либо вы были семьей, и здесь были у вас хитрости по семерке мечей, да, какая-то. С семеркой мечей, карта жрица, здесь однозначно было вмешательство третьих лиц. Вы в отношениях были не одни. Вот. Также здесь для кого актуально здесь было магическое воздействие. Кстати говоря, здесь вы можете сейчас на данный момент чиститься. Вот. Обращайтесь к высшим силам и чиститесь. Это тоже здесь может быть. Поэтому здесь у вас отношения как бы они есть, но больше в голове, чем в жизни. Я бы так сказала. Знаете, какое-то ожидание. Либо вы ждете пока отношения. Здесь либо новые отношения, и вы ждете, когда они перейдут как-то на следующий уровень, но особо не торопитесь. Потому что что-то в прошлом было здесь, что, ну, обжегшись на молоке, вы будете дуть сейчас на воду. Поэтому здесь как-то такой, знаете, период ожидания. Вы даже можете не афишировать ваши на данный момент отношения. К примеру, вы общаетесь, да, но ваши там родные, близкие, друзья, о том, что вы там общаетесь с мужчиной, нету. Ну, не разговаривайте, да, не показывайте. То есть не афишируйте эти отношения. Вот. Либо здесь вот была какая-то семья, какие-то отношения, и они разрушились по причине того, собственно говоря, здесь какие-то хитрости были. Но опять-таки, да, это либо в прошлом в вашем было, да, либо у вас какие-то с этим мужчиной были терочки, да, и закончились отношения именно поэтому. Либо вообще, в принципе, в прошлом у вас что-то было, вот, и теперь вы с новым мужчином боитесь вступить в отношения. Ну, держите, знаете, я бы сказала бы его на каком-то расстоянии. Вот. Но здесь был брак. Здесь брак был. Здесь у кого-то однозначно был брак. Также, если это новое знакомство, опять говорить, да, говорю всё, что вижу здесь. Если здесь новое знакомство, здесь человек может быть разного вероисповедания, разных наций. То есть вы какую-то разницу с ним имеете, да, между друг другом. Вот. Также вы здесь можете познакомиться, когда, к примеру, там, какие-то получаете тайные знания. Может быть, на каком-нибудь форуме познакомились. Или там он обратился к вам за помощью. Либо вы к этому мужчине обратились за помощью. Здесь такая информация тоже пошла. Да, поэтому кому-то, значит, кто-то, значит, сидит, смотрит. Вот. Поэтому вот так вот. На данный момент я отношений не вижу. Они как-то, ну, здесь, знаете, вот полутайные, знаете, недоотношения. Вот так бы я сказала. То есть отношений под таким картам я здесь не вижу. Да, здесь пока выбор идёт. Выбор, и вы хотите найти какой-то баланс. Любви хотите, но пока не готовы здесь вступить в отношения. Здесь больше отношений в голове, чем в жизни. Не дозрело ещё, да, надо немножко подождать. Вот. Поэтому здесь вот такая вот ситуация. Я не вижу по таким картам здесь отношений. Хотя в прошлом здесь у кого-то из вас была семья. Либо, может, вы были семьёй. Вот. Ну, болезненно. Болезненно что-то. Семёркой мечей – это всё-таки карта хитрости, измены, коварства, воровства. Поэтому у кого-то в прошлом здесь было, ну, не очень хорошее прошлое, так скажем. Вот. Поэтому попытка найти сейчас баланс работы над отношениями. Кстати говоря, сейчас очень много... Вы здесь работаете над уходом. Над уходом от чего-то вот этого, да, от семёрочки мечей. У вас новые планы здесь. Новые какие-то перспективы открываются. Здесь вы пытаетесь уйти, работаете в этом направлении. Кстати говоря, просто ушли в работу. Что-то пытаетесь как-то заработать деньги, найти работу. Здесь такое тоже может быть. Вот. Чтобы не думать, да, как-то пытаться себя структурировать, наполнить здесь такое вот. Ну, и, собственно говоря, да, уходите к новым целям каким-то. У вас есть в голове уже чёткие какие-то цели, которых вы бы хотели добиться. Вот. Поэтому здесь вот так вот. Смотрим. Что-то не показались ни вы, ни мужчина. Не знаю, кто вы. Вы однозначно здесь, кажется, показали человек справедливый, да. Вы не будете там лезть в одно место без мыла, да. Вы будете... Вы очень... Человек заслуживая, значит, вы так с ним будете обращаться. Не заслуживая, значит, вы не будете так с ним обращаться плохо. Вот. На данный момент я не вижу, чтобы вы куда-то торопились. Вы сидите, да, вызреваете, созреваете. Вот. Запретный плод. Вот так вы и сказала, да. Вызреваете вы как запретный плод. Так. Какие у мужчины страхи, да, по поводу вас, подсознательные страхи мужчины? Ну, он за вами наблюдает, он за вами наблюдает здесь, да. Вот смотрите, с вами красными глазницами за вами следит, где вы там, во сколько вы были в WhatsApp'е, с кем вы там сидели, да. Ага, она 5 минут была в онлайне. Что же она там делала? Или в контакт зашла? Угу. У нее там 250 друзей. Угу. Так, посмотрим, кто там в онлайне с ней в одно время был. Угу. В фейсбуке. Ну, то есть, понятно, здесь такая ситуация, да. А какие фотки он новый в Instagram выложил, а кто ей там лайкнул? Ну, посмотрю все странички. Здесь он наблюдает за вами. Естественно, если он не может, да, вот даже здесь, если он везде заблокирован, девочки, знайте, он здесь смотрит с каких-то левых аккаунтом. Там Донья какая-нибудь там, да, подписывается на вас, знайте, что это он. Вот. Потому что, ну, он хочет наблюдать здесь. Он, он, сейчас у него, понимаете, он понимает, что вот какой-то страх, что у вас все из пустого в порожнев переливается, что ничего не решается. У него страх, что вот это состояние, оно так и останется, что не будет никакого движения вперед. Вот будет туда-сюда, туда-сюда, вот эта вода переливаться, и все, собственно говоря, там все и закончится. И потом кто-то как друг друга, ну, отсечет, да, надоест это, какое-то ожидание, надоест это за какая-то закольцовка, ну, по умеленности, да, какие-то вот отношения такие вот, ну, никакие. Вот, очень-очень переживает по этому поводу. Какие у него еще здесь страхи? Смотрите, если у него, это у него здесь было предательство в прошлом, да, у него здесь в прошлом было какое-то предательство, какой-то треугольник любовный. И он очень этого боится, боится повторения ошибок. Здесь именно было предательство, очень болезненное какое-то, и он очень боится. Если это старый знакомый, да, может быть, это у вас было предательство, и он теперь думает, что вы как бы не готовы с ним вступить в отношения, потому что с чьей здесь стороны было предательство? Со стороны женщины. Вот у него в прошлом какое-то было предательство со стороны женщины, кто-то его предал. Вот, собственно говоря, здесь, может быть, его жена предала, да, в любовный треугольник какой-то вступила, вот, и он не готов вступить во что-то серьёзное, здесь именно какая-то травма у него идёт из прошлого. На данный момент человек готов вам предложить дружбу, да, он не торопится никуда, опять-таки, он к вам присматривается, что вы за женщина, кто вы, да, как вы себя ведёте, вот, потому что, опять-таки, если здесь в старом, в старой, это старый знакомый, то он почему-то думает, что вы его как-то предали, да, что вы, там, к примеру, не пошли у него на поводу, разбили ему сердце, там, что-то вот такое. Здесь именно он считает, что было какое-то предательство. Если это новый знакомый, значит, там какая-то женщина разбила ему сердце каким-то любовным треугольником, он считает, что она поступила подло, да, он очень сильно переживал по этому поводу и долго восстанавливался, приходил в себя. Старый знакомый – это вот считать, что вы каким-то образом его предали. Он, знаете, как он боится, что ваши отношения разрушены, что могут быть даже разрушены. Почему? Потому что здесь вы как-то холодно к нему сейчас настроены. Он боится, что вы… Если это новое знакомство, давайте я скажу так, два варианта. Если это новое знакомство, он очень боится, что отношения будут разрушены. Почему? Потому что он как-то видит, что вы устраиваете баррикады какие-то между ним и вами, что вы где-то холодная, малоэмоциональная, не идёте на контакт. Может быть, знаете, он вам пишет, а вы не отвечаете. Здесь вот какая-то такая ситуация. То есть он видит, что вы держите его на расстоянии. Вроде бы, вот, вроде бы с одной стороны, да, и общаетесь, и заинтересованность у вас есть, но вот он не видит, что он нужен вам как мужчина. Вот именно вот это. Вот. И он здесь, знаете, он глушит в себе эти эмоции. Вот он на него накатывает, знаете, здесь страхи такие накатывают. Может быть, даже по вечерам. Здесь мужчина эмоциональный, но держит, знаете, эмоции под контролем. Вам он их не показывает. Вот. И ему бы хотелось, чтобы ваши отношения трансформировались во что-то другое. Но, опять-таки, да, здесь вот он как-то уверен в том, что вы пока не готовы к этому. И сам он не готов, ему хочется, но он боится перевести отношения на новый уровень. Он, да, он здесь хочет, он хочет какой-то подарок. Если это старое знакомство, он хочет подарить вам подарок. Вот. И если он, это новое знакомство, то посредством вот этого какого-то подарка, дара вам, вот, хочет что-то сделать приятное, вам он хочет таким образом перейти на новый уровень. То есть что-то вам дать. Не обязательно подарок, это именно что-то материальное, да. Он может вот что-то вот другое предложить вам, свою там энергию, свое время, вот, да, дать вам. И каким-то образом вот через вот такой подарок перевести отношения на новый уровень. Если это старый знакомый, то он здесь боится, что у вас отношения закончены, что вы уже здесь не будете вместе, что все уже в прошлом, да, что вы снежная королева, к вам не подступиться. Только попробуй подойди к вам, да, вы тут его и мечом этим, и выставите с десятого этажа его. Вот. Здесь мужчина боится. Он хочет, здесь так же, если это старый знакомый, здесь он хочет, знаете, через подарок. Вот он думает, что вот он придет, сделает вам подарок, и вы немножечко оттаете, да, ледышечка. Немножечко подтает где-то вот вы его, может, выслушаете, может быть, можно будет. Причем он как-то по-хитрому, знаете, хочет. Он хочет через дружбу прийти, посмотреть, как вы на него отреагируете. И если он увидит, что вы, знаете, как, ну, расположены, да, вы идете на контакт, он продолжит дальше, ну, общаться там, да, вот. А если он увидит, что все, как бы вы и не готовы, и скажете ему до свидания, и не хочу тебя вообще видеть, и что ты вообще приперся в мою жизнь, я только тебя забыла, да, и все твои ухищрения, там, и так далее, и тому подобное. Если он скажет, ну, я просто хотел дружить, да, вот просто пообщаться, я ничего тебя, в принципе, ты не хотел. То есть, знаете, он не хочет здесь выглядеть дураком. Это тех, кто касается бывших, да, не новых, не новое знакомство. Так, смотрим дальше. Просто здесь такая информация пошла, что кто-то смотрит на какого-то нового знакомого, а кто-то смотрит на бывшего. Да, у него, знаете, у него нету ясности в голове по поводу ваших отношений. Он не понимает, в каком статусе вы сейчас находитесь. Причем, знаете, как, если это новое знакомство, вот он не понимает, что у вас сейчас в отношениях, вы вроде бы заинтересованы друг другом, у вас есть взаимный интерес, взаимное притяжение, у вас есть какие-то общие темы для разговоров. Но он, во-первых, не понимает вас, как вы к нему относитесь, да, и он не понимает себя тоже. Ему вроде бы хочется вот быть с вами, перевести отношения на новый уровень, а с другой стороны сомневается. А вдруг вы там сопротивляться будете, а вдруг вы скажете, ты что, вообще что ли, вот, он какого-то удобного момента сейчас ждет. Вот он ждет удобного момента, чтобы, знаете, как-то здесь тоже он боится, знаете, быть отвергнутым, потому что здесь все опять из прошлого тянется, да, здесь человеку подбили самооценку. Он может казаться там уверенным в себе, он может производить впечатление такого самодостаточного человека, но здесь, знаете, внутренний ребенок у него подбит, пострадал. Вот, поэтому все равно, вот, да, мы подсознательные же страхи смотрим, здесь вот он боится, подбаивается. И поэтому он не может пока решить, да, он не видит вашу ответную реакцию, такую, какую бы хотелось, чтобы, знаете, вы как красный, зеленый свет ему дали. Вот, поэтому здесь какого-то удобного момента ждет, а вдруг вы там что-то сделаете, там, как-то дадите ему понять. Вот, если это старый знакомый, опять-таки, он не понимает, вроде бы отношения закончились, да, тут башня случилась, и он не понимает, что теперь с вами делать. Вот, да, что вы не идете на контакт, у вас какое-то соперничество, кто кого перекричит, кто кого перемолчит, кто кого про себя, под себя прогнет, да. И он не знает, что ему делать. Вот, вроде бы, и хочется к вам, а тут стою, выбираю, все, надо, не надо, хочу, не хочу. Вот, какой Пентакль взять, не понимаю. И тут тоже ждет удобного какого-то момента, чтобы к вам проявиться. Вот, считает, да, что просто так, вот, если я напишу там ей что-то, то, ну, как бы, не подойдет. Как-то он, когда будет подсознательно уверен, что вот все время пришло, я свой ящичек Пандоры открою, да, и начну действовать. Здесь вот как-то так, он пока сидит, выжидает. Давайте посмотрим, что у него еще в страхах по поводу вас. Вот. Какие еще страхи в этом мужчину. Ну, он не спешит, он вообще не торопится, вот вообще не торопится. Здесь мужчина такой, вот он сейчас у нас в подсознании вышел король Пентакльевый. Он вообще никуда не торопится. Сидим, вот его снегом здесь припорошило, да, вот он, а он даже вот поводья не натянет, вот ему хорошо так. То есть он пока в режиме какого-то ожидания. Здесь мужчина будет все взвешивать, все за и все против. Здесь мужчина такой, знаете, целеустремленный. У него опять-таки здесь боязнь. У него есть некая хондра, некая апатия. Да, он хочет что-то в жизни поменять, но пока вот не готов, знаете, в омут с головой. Подколодная карта говорит опять-таки, что он на выборе. Здесь человек не торопится. Да, он взвешивает все за и все против, да, ваших отношений. Ему тут как-то важно. Он не будет с первой встречной, я бы вот так сказала. Ему не нужна первая встречная. То есть здесь какая-то, если это новое знакомство, да, опять-таки здесь просто мужчина сам по себе такой. Вот ему не надо там, я не могу сказать, что он не может найти себе там женщину, да, на ночь или там какой-то роман. Здесь может, просто понимаете, проблема в том, что ему такая женщина не нужна. Вот, если он пускает женщину в свою жизнь, то здесь, соответственно, он должен, знаете, знать для чего. И здесь ему нужна женщина для отношений. Поэтому, собственно говоря, здесь ему хочется, он видит в вас ту женщину, с которой он может построить отношения, но боится, здесь боязнь опять-таки тянется из прошлого. Если это ваш старый мужчина, с которым у вас была ссора какая-то, ну, к примеру, там, у вас была с ним семья, по сигнификации, когда выпадала, либо там у кого-то была семья, он здесь не торопится, тоже не спешит. Он, да, скучает по вам, он вас вспоминает, но здесь побаивается вас, поэтому пока не торопится. В режим, у него сейчас какой-то режим ожидания, вот все время, вот, крутится слово ожидание, ожидание, ожидание. Вот что ждет, ну, что-то ждет. Здесь он наблюдает, здесь он какой-то, знаете, он боится, что у вас появился какой-то мужчина, что вы его, знаете, сделали. Вот, здесь он, во-первых, хочет, знаете, не показаться, не ударить в грязь лицом, при всем при этом он побаивается вас. Почему побаивается? Потому что сильная страсть к вам и чувства к вам есть. Он боится любить, боится любить вас. Здесь какая-то женщина есть из прошлого. Да, которую он думает. Это либо его бывшая жена, с которой они развелись, которая сделала ему больно, да, вот, вкол в сердце, вколола. Здесь эта женщина, она может быть водного знака зодиака, или такие черты характера у нее. Она такая эмоциональная, тонко чувствует людей, такая она интуитка, вот. Вот, и, собственно говоря, он на ней думает, почему, потому что она ему сделала больно. Вот здесь вот, опять-таки, это либо бывшая его жена, либо там женщина, да, которая сделала ему очень больно, и он теперь опять боится. Вот он все время думает, он крутит вот это. Понимаете, вот, женщина, которая причинила ему боль, он, это больше для новых подойдет, да, вот он все время проецирует это на вас, а вдруг у вас то же самое будет, а вдруг вы то же самое так поступите. Если это старое знакомство, то это женщина, вот, это может быть его там женой быть, да, в каких-то отношениях здесь стоять, и он любит вас, но не знает, что с этим делать. Потому что есть обязательства, да. Здесь в любом случае новые, это и не старые, здесь у человека какие-то обязательства есть, и он пока не может вам предложить ничего серьезного. Ему бы хотелось, но, во-первых, у него здесь он сам боится брать на себя еще больше обязательств, но он пока не готов, да, и у него уже есть какие-то обязательства. Здесь могут быть дети у человека, да, и он как бы платит, к примеру, алименты, заботится о детях. Может быть, здесь обязательства, это его там родители там, то есть какие-то у него обязательства есть, и брать сверху еще на данный момент он не готов. Если это новое знакомство, то здесь вот еще опять этот страх прошлого вылез, когда женщина ему причинила боль. Вот, если это старый, то здесь вот понимать, что есть еще одна женщина, вот, поэтому он не может действовать по отношению к вам. Он хочет общения, хочет, он одинок, человек глубоко одинок, одиночество в толпе у него. Вот он даже, здесь уже не важно, старый или новый мужчина, здесь просто человек глубоко в себе одинок. Он может производить впечатление, знаете, там, ха-ха, хи-хи, мне хорошо там, и даже вот, если это новый, к примеру, знакомый, да, он может приходить и говорить, я наслаждаюсь одиночеством, мне так хорошо не было, вот, наконец-таки я один, что хочу, то и делаю, нет, не хочет, ничто хочет, то делать, ему одиноко. Он может общаться с друзьями, там, с детьми, ну, ему хочется человека, который был бы с ним рядом, который бы его понимал. Если это старый знакомый, здесь у него, неважно, есть кто-то и нет, он все равно одинок, одиночество вдвоем там у них, значит. Тотальное одиночество у человека, хочется ему, чтобы его согрели, чтобы его прижрали, там, объятий хочется, какой-то душевного теплоты ему хочется. Хочется с вами общаться однозначно здесь. Какие страхи у него. Боится вас потерять. Боится вас потерять, да, что, может быть, вы будете манипулировать, а может быть, у вас тут-то есть, а вдруг там вы что-то скрываете, и очень боится, что отношение, ну, закончится здесь. Вот. Боится он этого. Здесь подсознательный страх, что это, ну, у вас ничего не получится. Здесь вот тоже уже неважно, старый или новый, здесь именно боязнь, что ничего не получится. Он может это не показывать, да, но у него страх такой есть. Он может ревновать вас, он мечтает о вас. Здесь может быть расстояние между вами, но он боится это показывать. Собственно говоря, здесь еще, знаете, как вы можете очень сильно ревновать, и он как-то отбрыкивается от вас, потому что, ну, ему не нравится, что вы сильно ревнуете. Здесь для кого ревна здесь, да, если это вы ревнуете. Если вы не ревнуете, то здесь он, наоборот, это он ревнует, потому что вы на расстоянии на каком-то, вы не сейчас не вместе, и он боится, что у вас может что-то появиться. Недоволен он ситуацией, понимаете, он у вас мечтает, вы ему очень внешне нравитесь. Но между вами расстояние, я говорю, я не вижу вас, что вы вместе живете в одной квартире, там, не знаю, вот вы не вместе расстояние между вами. Разные города, разные страны здесь, либо даже если вы живете в одном городе, в разных концах, как-то вот не вместе вы. Он вас ревнует. Страх у него, что у вас может кто-то есть, что у вас какие-то тайны могут быть, да, что вы общаетесь не только, особенно если это новое знакомство, вы общаетесь в интернете, к примеру, да, он переживает о том, что у вас, может быть, он не один такой, он думает, ага, вот я с ней общаюсь, а у него может быть таких, как я, петь еще 20 штук там, да, в WhatsApp, в чатах. Вот это вот он боится. Хотя он может не показывать здесь вам, да, он опять-таки может там маску надеть короля Пентакли, да, что все нормально, все хорошо, как бы, но опять-таки подсознание-то у него вот что выдает. Ну, боится, он боится. Я говорю, что здесь человек боится, что у вас ничего не получится, что ничего не решится, да, что все, может быть, дальше дружба не продвинется. Ему бы хотелось, но он здесь, говорю, что здесь такой какой-то паникер. Прошлое не может отпустить, да, вот он завис, он не может отпустить прошлое, он вот в тупике в каком-то, ему надо двигаться вперед, а он встал и стоит. Делай шаг вперед, а я завис, все, не знаю, что мне делать, у меня тупик, да, отстаньте от меня, все. В своих страхах, знаете, вот он их, на такое ощущение, что он их культивирует в себе, там, да, взращивает эти все страхи. Там, может быть, надо проговорить ему или отпустить эти страхи, а он их к себе культивирует. Я вешу вот в этих страхах, прям туда, знаете, завис, варится в этом котле своих страхов. Хотя чувство к вам есть, здесь влюбленность есть. Здесь чувство однозначно к вам есть, но он может вам их не показывать. Если это новое знакомство, он не будет вам говорить о том, что у него есть к вам влюбленность. Будет, знаете, может отшучиваться там, либо вести себя опять-таки по-дружески, хотя здесь чувство есть. Ну, если это бывший, соответственно, здесь как бы они и не проходили это чувство, да, ну, здесь обиды у него на вас. Запутался он, не знает, что ему делать. Здесь человек запутался. Давайте посмотрим. Вот он, да, в трех соснах заблудился, вот этими мечами машет, а глаза у него закрыты. Не понимает, что ему делать. Здесь как-то перепуган бедный птенчик. Давайте посмотрим вашу перспективу вообще. А давайте нет, посмотрим, переборет ли, если это новое знакомство, переборет ли он свои страхи. Если это новый знакомый, переборет ли он свои страхи. Ну, если старый, тоже посмотрим, да. Если это новый знакомый, да, переборет, тут кубка переборет. У него, знаете, как его чувство пересилит здесь. Вот видите, да, здесь чаша полная, вот вода течет, здесь и розы, да. Не розы, цветы какие-то, не знаю, что это за цветы. Вот, он переборет это, то есть чувство пересилит его, да, и он решит все-таки, как бы, шагнуть, окунуться в эти чувства. Здесь он переборет, да, еще и двойку кубка, смотрите, неоднозначно переборет. Здесь, если новое знакомство, да, он будет метаться-метаться и здесь будет бояться о том, что вы его этой шпагой, его сердечко здесь его немножечко, да, туше сделаете ему. Но, в любом случае, здесь потом переборет. Он будет сопротивляться какое-то время, да, внутреннее сопротивление какие-то, опасения, страхи у него будет. Будет, да, по четверке Пентакли, он будет сидеть в своей стабильности, будет бояться брать на себя ответственность какую-то, да, тресоглуску свою включит, будет здесь по нихером. Но потом чувство перевесит на него, перевесит, да. Да, да, и вы, знаете, вы идете как для искупления каких-то, вот, искупления, возрождения, перерождения. Здесь вот вы как друг другу, знаете, возродите, вот, искупите все свои грехи. У вас здесь, соответственно, да, будет совместный дом, вот здесь маяч, что у вас и вот лебеди, лебеди и уточки здесь, в общем-то, да, лебеди это верные животные, птицы, точнее, вот, поэтому здесь вот у вас все, все, как говорится, будет, но не сразу. Здесь мужчина, говорю, немножечко будет бояться, но потом чувство пересилит. У него еще могут быть какие-то, опять-таки, обязательства, да, и он будет переживать, что вас не потянет, что, к примеру, ну, если мужчина в разводе, да, там показали, он будет бояться, что, а я смогу ли я достаточно ее обеспечить. К примеру, если вы в разводе, он в разводе, да, у вас дети, у него дети, он будет переживать о том, что слишком много детей, сможет ли он все это потянуть. Вот, будет бояться, да, вот именно, что пошатнется его стабильность, его какие-то денежки там. Это не потому, что он жадный, а потому, что вот он просчитывает, да, он не ныряет с головой, вот он реально там, к примеру, будет просчитывать. А вот надо на обучение моим детям, надо на обучение ее детям, столько-то, столько денег, да, столько-то вкладывать надо, и смогу ли я все это вытянуть. Здесь вот именно в таком контексте будет, да, если там у него родители, он то же самое будет. А может, у него и родители, и дети, да, и он понимает, что ему туда надо денежку, туда надо денежку, и на вас денежку, и на ваших детей денежку. И он будет думать, сможет ли он вообще столько, да, разорваться. Вот, ну или вообще какие-то у него, просто там какие-то обязательства у него. Давайте посмотрим, если это старый знакомый. Переборит ли он свои страхи эти. Ой, ну опять, этот сидит в своей стабильности. Этот сидит в своей стабильности, потому что вы его вожделение. Посмотрите, карта какая, да, вы его вожделение. Вот он без вас не может, да, вот ему хочется быть с вами, потому что вы яркая, огненная, харизматичная. Смотрите, с какими рогами тут сидите. Вот, сидите со своими собачками, да, вот с туровочкой здесь, вся такая красивая, огненная, да. Вот, кстати говоря, может это он вам там рога наставил, вот. Он здесь, понимаете, он вцепился в вас как бульдог здесь. Вот она моя, я ее не отдам, а я ее вожделей, его трясет, если он подумает, что у вас что-то есть. Если он знает, что у вас что-то есть, его здесь я не знаю. Он просто готов на себе все рвать в клочья просто. Потому что он вас хочет. Здесь именно, как, знаете, ну вот он не хочет вас отпускать, он не может вас отпустить. Потому что здесь какая-то страсть такая болезненная очень у него. Вот въелись вы его под кожу, вот вы его личный сорт здесь героина, и он не может здесь без вас. Просто вот бульдог. Так, будет ли он действовать? Ему здесь плохо, да, она меня здесь сделала больно. Либо это, знаете, он вам там рога тут наставил, да, то он понимает, что вам здесь сделал больно. Сидит, да, пока что, а я ей сделала больно, все, тут ее мечами заколол беднягу, вот, и пока поится. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что еще тут. Здесь, знаете, как он, вы его змея, вот видите, он вас забыть не может, вы его змея, тут вокруг ног его вьетесь, а он без вас прям не может, да. А вот ему хочется, вот ты моя змеючка. Здесь он будет действовать, да. Здесь, ну, во-первых, здесь придет он через хитрость, да, карта мира, карта семерки мечей. Здесь будет именно через хитрость на своем мотоцикле со своим жезлом к вам прикатит. Вот, но здесь не так быстро. Все-таки карта луна, карта звезды, да, здесь у нас еще и карта суда страшного. Здесь уже, здесь высшие силы дадут вам шанс на примирение. Здесь уже не от вас, это зависит от высших сил, но не так скоро здесь. А почему не так скоро? Почему не так скоро? Ну, здесь, здесь все зависит, что-то вот от, да, здесь подождать надо. Здесь он решает какие-то дела, ему какие-то дела, бумаги, документы. Там что-то у него рушится в жизни, что-то старое, шестерка кубков, да, здесь что-то старое рушится. И ему надо время пока. Он сейчас пытается найти какой-то баланс в жизни своей. У него там что-то летит. Дети, деньги, документы. Ну, семья, может быть, да, здесь. Может быть, что-то там, ну, там именно любовная тематика. Все-таки тройка мечей, это не, ну, карта не работает, да. Поэтому здесь вот что-то с прошлым. Прошлое, дети, дом. А что-то у него там все рушится, да. Он сейчас пока стоит на выборе, вот. Поэтому здесь карта говорит, подождите немножко. Он будет действовать здесь, поборет свои страхи, но чуть-чуть попозже. Не сейчас. Да, пока, пока не сейчас. Ну, еще и вы, действительно, какая красавица. Вот еще и вы такая вот здесь сидите со своим мечом. Он как мотылек, да, как огню к вам летит. Вот, поэтому, если старый мужчина, он будет действовать, но немножечко попозже. Надо время ему. Вот. Вот такого, девочки, получился расклад. И мальчики, я вам всем желаю всего самого наилучшего. Всех люблю, всех целую. Всех до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok